Добрый день! Это Юлия Латынина, это Латынина ТВ. Это Александр Гагон, наш частый гость, историк, исследователь Второй мировой войны, исследователь Сталина. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Не забывайте, господа, о нас подписываться, не забывайте делиться ссылками и ставить лайки. Не забывайте, потому что я напоминаю, что Александр собирает краудфандингом на свою книжку о Третьей мировой войне, которую замышлял Сталин. Это часть, которая у нас есть, представлена в нашем канале. Ну, вернее, не часть, а предварительные некоторые наметки. Если вы хотите видеть эту книжку «Целый, живой и здоровый», то вот заходите на ссылку по описанию, заходите на гагун.орг и шлите туда донаты. Это очень важная часть, мне кажется, надо ее проговорить. Мы ее проговорим еще в конце. Но, насколько я понимаю, Саш, у нас сегодня будет совсем офтопик. Мы не будем говорить ничего ни про Сталина, ни про Третью мировую войну. И тему я прошу вас, потому что она неожиданная для меня самой, объявить самому. Уважение путинщины, путинизма, как следствие революции в Китае. И немножко все-таки про Третью мировую войну мы скажем, но попозже. А вначале, почему, вот, казалось бы, я исследую Украину, исследую Сталинизм и перехожу к современности или даже какой-то прогнозам. Мне кажется, что российская оппозиция и отчасти даже украинская общественность избыточно пессимистично смотрят на события происходящие и упускают из вида процессы, которые происходят в Китае. И в какой-то степени я более информирован, чем средний слушатель наш. Потому что, во-первых, там бывал неоднократно как в столице, так и в нищей и убогой провинции. Во-вторых, регулярно читаю как официоз пекинский Жимин Джинбао, так и тайваньскую панораму. Радио Тайвань выходит на русском языке, очень рекомендую, содержательно. Блогеры, китайские, разумеется, оппозиционные, которые вещают из-за рубежа. Отслеживаю научные публикации на немецком-английском языках и общаюсь с китайскими иммигрантами. В свое время мне одна китаянка крепко помогла, крепко выручена. И я скажу так, что от моих аналитических выкладок не только содрогаются в ужасе представители ЦК КПК, и тем более в Кремле их младшие братья, а также за мной повторяет Белый дом. Например, 20 мая 24-го года. Саша, ну за вами, ну за вами. Ну все-таки давайте будем немножечко скромнее, скажем, great minds think alike. 20 мая 24-го года, то есть вот недавно, я заявил о том, что кризис там экономический неостанавливаемый. То, что цены в Китае на продовольствие падают, это кризис перепроизводства в отдельно взятой стране. Вот как Великая депрессия была в США, вот в мягком варианте, поскольку диктатура это все еще как-то плановыми методами регулирует, сейчас мы это наблюдаем в Китае. Конца и края этому не видно. И буквально через два дня советник Байдена по вопросам безопасности Джейк Сулливан сказал о том, что этот кризис является не проблемой региона какого-то, а угрожает стабильности экономической всей планеты. Этот вызов не является двусторонней проблемой между США и Китаем. Это глобальный вызов. Искаженная практика Китая, нерыночно-экономическая политика, субсидирование в огромных масштабах отраслей, где они собираются производить огромное количество товаров, а затем наводнять ими мировые рынки, грозит создать глобальные дисбалансы, которые не являются стабилизирующими. Возвращаемся в 23-й год. Я сказал о том, что эти вот сложности, они угрожают режиму Путина. Советский режим пошел прахом в значительной степени из-за внешнего давления. Это давление Рейгана с одной стороны и КНР с другой, как два ажорного. И тогда еще не был молотой наковальни. И сейчас ситуация похожа в том смысле, что зависимость от Китая, которая была у России огромная, она в ходе последнего года, она еще выросла. Это единственная крупная сторона, единственная сверхдержава, которая так или иначе благожелательный нейтралитет занимает в этой войне. И то, что китайская экономика проседает, и то, что там вспыхивают протесты, это является тревожным звоночком для Путина. Потому что если либеральная революция случится там, а это рано или поздно произойдет, то это, очевидно, конец эпохи Путина. Через некоторое время Байден заявил о том, что это бомба замедленного действия. И это плохо, потому что у плохих людей сложности, когда возникают, они начинают делать плохие вещи. Он имел в виду такие сложности, как старение населения, высокая безработица. Я вполне согласен с Байденом в том смысле, что когда у плохих людей возникают сложности, их свергают нормальные люди. Но об этом чуть позже. Или другие плохие люди? Бломберг на днях, услышав как мои прорицания, так и Байдена, заявил о том, что прямые иностранные инвестиции в Китай снижаются уже 12 месяц подряд. То есть это не Бломберг услышал их, а бизнесмены не хотят иностранные вкладывать в яйца, в одну корзину, которая уже начинает раскачиваться и которая начинает уже трястись. И буквально на днях рейтерс заявил о том, что два месяца подряд снижение производственной активности, а падение активности в сфере услуг уже пять месяцев подряд. Один из самых ярких, ну таких вот примеров, которые касаются Восточной Европы, это провал переговоров Путина с Сидзипином «Сила Сибири-2». Многие говорили, ну вот смотрите, Владимир Владимирович пришел на поклон к старшему брату, старший брат его поставил на место, указал его подчиненное положение. Мне кажется, что все гораздо проще. Просто Сидзипин понимает, что в обозримом будущем эту трубу ему, образно говоря, некуда будет вставлять. Мощностей производственной. Саша, а можно просто я сразу скажу, что я слышала, что зачем Сидзипину оплачивать «Сила Сибири-2», когда действительно у него, ну она ему не нужна, а она нужна Путину, но он все равно ее построит, чтобы показать Европе и зарыть деньги. То есть зачем ему что-то оплачивать, если он будет иметь это на халяву? Не уверен я, что Путин ее построит и что даже по построенной трубе будет Сидзипин покупать газ, потому что Сидзипин хорошо понимает, что производственных мощностей в обозримом будущем, такого вот роста, которого мы наблюдали, и некоторые даже говорили о китайском чуде, вряд ли произойдет. Есть еще один достаточно важный показатель. Число туристов, выезжающих за рубеж в КНР, оно не достигло до ковидного уровня. Абсолютный максимум был в 2019 году 160 миллионов, чуть больше, чем Россия. А в 2023 году число туристов, выехавших за рубеж, почти вдвое снизилось на 40%, 87 миллионов человек. Казалось бы, ох, много, но важны не абсолютные показатели, а динамика. Представляете, сколько за ковид народу истосковалось по зарубежным поездкам, кому-то родственников посетить, кому-то в командировку съездить, кому-то туризм. И, ну ладно, мы сделаем 2023 год, что многие китайские домохозяйства, они поистратились в годы ковида из-за этих вот локдаунов и прочих неурядиц, и проели какую-то часть своих накоплений, и смогли выехать. Но и в 2024 году, и даже по позитивным прогнозам, это число достигнет 130 миллионов человек, то есть все равно меньше, чем в 2019 году. Не наблюдается роста, хотя во всем остальном мире уже рост был в 2023 году. Туристической отрасли отмечен либо такой же, как дековидный уровень, либо небольшое превышение. Только из-за спада того, что китайцы едут вместе, мировой уровень был, значит, 97% от дековидного по тратам. Если бы китайцы ездили так же, как тогда, тогда бы он даже был превышен. В этой ситуации КНР делает то, что необходимо делать для того, чтобы спасать экономику, вводит без виз. Австралия, Польша, Казахстан, конечно, это какое-то количество туристов привлечет. Но и поток свободного мира, как то Австралия и Польша, он уже потихонечку тоже диктатуру растачивает. И если китайцы никуда не едут, ну то есть, или едут, но гораздо меньше, чем раньше, может быть, они куда-то в другое место тратят деньги свои, которые они заработали, которые у них есть. Недвижимость, про это говорят уже давно, сейчас назвали цифру власти КНР около 4 миллионов квартир. Лишних, которые, несмотря на то, что цены на них падают, никто не хочет покупать. Власти заявили, ну, конечно, мы эту проблему знаем, все под контролем, мы теперь будем туда социально нуждающихся людей заселять, социальную квартиру сделаем. Очевидно, что это заселят тетушками, отберут 4 миллиона наиболее крепких, владеющих восточными боевыми искусствами, представителей деревенщины, и семьями заселят в эти вот квартиры, чтобы в случае чего они могли в прямом смысле врезать соседям, если те будут бунтовать против режима. Но, в принципе, экономически видим, что этот вот огромный монстр, который кажется самым прочным камнем в, так сказать, оси зла нынешней, которая из Ирана изгибается через Россию и упирается, значит, в Пекин и Пхеньян. На самом деле это самая шаткая часть. Может быть, колосс на глиняных ногах, пузырь большой, который так вот колышется, как желе. Другие можем брать метафоры. На прошлой неделе пришла новость ассоциации по потреблению морепродуктов, торговле и потреблению морепродуктов. Они отслеживают динамику рынка мирового о том, что в Китае за последние пять месяцев резко спал уровень потребления морепродуктов. Это немножко, конечно, не культурно заглядывать в тарелку к людям, но при этом происходит то, что не восполняется это другими видами белка. Например, свинина. Вот один из показателей. Сейчас происходит начало войны между Евросоюзом и Китаем по вопросу китайцев не очень настроены на импорт свинины. Это, по сути, защита отечественного производителя свинины из-за того, что и на свинину тоже падает спрос. То есть китайцы начинают экономить на еде. Китаются хуже. И мы сейчас, по сути, наблюдаем не кризис в КНР, а кризис в КНР, который неминуемо закончится освобождением китайцев, крахом коммунистического режима. Аналогом нашего 91-го года планета вздохнет с облегчением. И этот кризис, по сути, начался уже, конечно, не сейчас. Это из Financial Times показатели того, какое количество экономических показателей публикуют власти Китая в каждом году. То есть заявляя о том, что мы движемся к открытости, действительно к таковой двигались, начиная каждый год все больше и больше публиковалось, больше всего на рубеже нулевых десятых годов. А 2014-2015 год – резкое падение публиковых показателей, что, конечно же, снижает инвестиционную привлекательность и является одним из показателей кризиса. Тем более, что, наверное, прямая должна быть еще больше вверх, чем шла, потому что экономическая политика, экономическая наука развивается, вводятся и изобретаются совершенно новые показатели. Они обсчитывают экономику власти с разных сторон, но, тем не менее, эти данные скрывают. И первым, до кого дошло, что происходит в Поднебесной, какое-то, ну, нечто странное, это до тайваньцев. 2016 год, тогда, когда в Китае произошло вот это вот обвальное засекречивание данных о экономическом развитии, Тайвань объявил новую политику поворота на юг. Она заключается в том, что инвестиции и торговля, а также обмен интеллектуально-научный переориентируются с континентального Китая на пояс стран. Их 18, вот они фактически по прямой линии выстроены. На самой северной части это у нас Пакистан, а в юго-восточной это Новая Зеландия. В Индонезии обставили... Погодите, Китай хочет аннексировать Тайвань, вот они инвестируют в другое место, кроме Китая. Это, извините, на китайский кризис не спишешь. У меня еще будут вопросы, я стараюсь вас не прерывать, но окей, но тут я не могла просто не заметить. Не исключено, что действительно вопросы безопасности играют определенную роль. Как-то не будем обращать работу континентальных спецслужб для того, чтобы они через экономические связи не пролезли внутрь к нам. Как-то не будем раскармливать вот этого тоталитарного гиганта себе на погибель. Но, тем не менее, тайваньцы эту политику проводили, проводят активно до настоящего момента. И зависимость экономического континентального Китая они снизили себе на пользу. И когда произошел коронакризис, Тайвань тряханула очень-очень слабо, меньше, чем Европа. А Китай больше всего. И за тайваньцами, возможно, это поняли американцы, я, поймите меня правильно, я не сторонник Трампа, но та экономическая война, война там этих таможен, пошлин, которую он развернул с КНР, она объективно сыграла на пользу не только США, но и остальным странам мира, снизив зависимость США от Китая. На этом канале Трампа можно совершенно спокойно хвалить. На этом канале фобии, Трампа фобии не страдают, и, то есть, точка, не страдают. И медленнее всего дошло до европейцев, которые после коронакризиса только лишь, Меркель заявила о том, что необходимо правительству разработать меры, которые снизят зависимость Германии от Китая. Пока они их разрабатывали, пока они их начинали вводить, Китай продолжал оставаться торговым партнером номер один Германии до 23-го года включительно. Это не соседняя Франция, у которой ВВП тоже, дай бог. Это не Россия путинская, с которой нефтью и газ скачаем. Это не экономика номер один в мире США. Нет, это был далекий Китай. Только лишь в этом году, в 24-м, показатели первого и второго квартала, США чуть-чуть обогнали Китай в доле внешней торговли Германии. И совершеннейшее безумие, конечно, до буквально настоящего момента продолжается зависимость Евросоюза, особенно Германии, от Китая в стратегических сферах. Вот Украина, из-за чего снарядный голод был, который сейчас только что, пока что он еще преодолен, но еще паритеты с русскими не достигли по выстрелу. Из-за того, что селитра, порохсодержащие вещества, производились в Китае для Бундесвера, для немецкой армии. Да. И потом... Да. Потом, из-за чего младший брат попросил старшего китайцев прекратите раскармливать наших союзников. Китайцы сказали, что как-то у нас селитрой не стало плоховато, поэтому европейские партнеры Украины не смогли вовремя нарастить производство, из-за чего снарядный голод он только преодолен к лету, но паритет это не достигнуто. Из-за вот этого вот скудаумия, когда безопасность собственной страны отдали вдруг китайского государства, потому что там дешево. Ну, конечно, китайцы тоже хорошие лоббисты. И тем не менее сейчас вот это... Извините, Александр, можно я уточню, что неужели нигде в другом месте пороха не производилось? Ну, по крайней мере, в достаточных количествах. В мире нет. Действительно, вот этот, казалось бы, такая вот ну, парадокс такой, в Первой мировой войне как друг друга просто с землей ровняли, да, с помощью выстрелов, причем произвели столько снарядов, что расстреливали часто по отдельным калибрам уже после Второй мировой. А сейчас Холодная война закончилась, все хорошо, и реальный кризис поставок в Украину был одним из... одной из причин было то, что реально этого оружия и боеприпасов просто не было в достаточных количествах. И дальше. Тем не менее, сейчас пытаются страны как-то от этой зависимости от КНР отойти, и Китай при этом судорожные меры для спасения экономики своей устраивает. и одна из них это демпинг, про который я уже говорил. Начинается сейчас антидемпинговое расследование против КНР в Индии, начинается в Евросоюзе. В принципе, скорее всего, мы на пороге вот этой вот антидемпинговой войны. Китайцы говорят, вы нам в качестве ответных мер свинину слишком дешево поставляете, а европейцы говорят, вы электромобили как-то вот нам совсем ниже себестоимости годится. Может, эскалируется, может, нет, но такая тенденция есть. И искусственный интеллект начинает развивать судорожно. Вот, буквально на днях премьер Госсовета КНР призвал совместно изыскивать новые рубежи роста. От этой новости я просто, прямо скажем, покрылся холодным потом технологические прорывы, представленные искусственным интеллектом, биотехнологиями, создадут новые направления и новые формы организации бизнеса с высокими темпами роста. Премьер Госсовета указал, что выданутая Китаем инициатива «Искусственный интеллект плюс» даст экономическому развитию более мощный импульс за счет широкого использования возможностей искусственного интеллекта. незатейливое повторение почему я к божеству пришел, потому что это же высокие технологии, они же под строжайшим контролем развиваются. И вот также в этом постановлении тоже биотехнологии они призывают развивать. И совсем недавно мир хорошенько вкусил от последствий развития биотехнологий коронакризис. Он наиболее, так сказать, версия правдоподобная, что из пробирки выскочил этот вот эта зараза и разнесла всю экономику. А сейчас очевидно будет... Да, и я даже вас прерву и добавлю, что у нас два больших по этому поводу видео. Вот как только эта теория стала всерьез обсуждаться, я очень надолго в это дело погрузилась и вам, нашим слушателям, крайне рекомендую. рекомендую. Они нисколько не устарели. С тех пор практически все на том же месте и стоит. Извиняюсь. Да. Все правильно, потому что если сейчас еще и они начнут искусственный интеллект развивать, то он не случайно... Не в ухане случайно? Коронавирус вооружен искусственным интеллектом. Но если смотреть на эту инициативу иронически, то можно сказать, что если своего интеллекта не хватает, то ЦК и ПК хочет искусственное развивать. А очевидно, совершенно преступное безумие, которое устраивали десятилетиями власти КНР, которое является самым важным пунктом нынешнего вот этого уже даже не кризиса, а кризис, который переходит просто в вагонию, это политика одного ребенка, снижение рождаемости. Эти ответственные товарищи, они очевидно решили, что мы снижаем рождаемость до тех пор, пока наши показатели нас не будут устраивать, а потом открываем планку рожать сколько хотите. Так и сделали, но не посмотрели на все окружающие страны мира, включая соседний Тайвань, где рождаемость снижалась без всякой политики одного ребенка, рожали сколько хочешь, и тем не менее она падала. Так и сейчас, они сказали рожай сколько хочешь, а женщины рожать не хотят, в том числе из-за экономической нестабилности. Дети это всегда рост потребления, и то, что сейчас сворачивают потребления китайские домохозяйства, это прежде всего потому, что мало детей рождается и мало их вырастает и потребляет. Соответственно, начинают сокращать производственные мощности китайские предприниматели и нарастает безработица, это все вот так вот, как вот, ну не скажу пока что еще снежный ком, ну как оползень такой вот идет. И долгое время у них была политика такая, что они говорили, ну да, у нас сначала мы на экспорт все будем бросать, потом, когда чуть-чуть станет богаче население наше из-за того, что экспорт, денежки от экспорта к нам текут, мы будем экономические мощности переориентировать на внутренний рынок. И вот сейчас вторая часть не сработала, потому что снижается потребление, снижается спрос и все это начинает пробуксовывать. А вторая составляющая этого кризиса, наверное, даже первая, дорогущая, громоздкая, раздутая, непрозрачная, совершенно устаревшая система власти. И здесь мы подходим к наиболее понятной всем нам составляющей, почему вероятно произойдет вот там раньше революция, чем в КНР. Про Путина же в принципе мало кто сомневается. Все говорят, ну я имею в виду не лично про него, про путинизм, диктатуру в России какую-то, не назовем, что рано или поздно свергнут. А по Китаю такие... Я сомневаюсь, Саша, я сомневаюсь. Более того, я бы уже сразу так сказала, что я бы на вашем месте рассматривала все-таки эти две проблемы отдельно, и мы скорее говорим не о том, что путинизм падет, о том, что в Китае будет экономический кризис. Падет ли от этого или не падет путинизм, это на самом деле по сравнению с экономическим кризисом в Китае это дело наживное. А вот будет или нет в Китае экономический кризис, об этом, собственно, мы и рассуждаем. А у меня масса вопросов, но вы пока закончите свое поисковое. вот как когда перестройка в Москве началась, там свободу дополучили люди не только в России, а еще от Монголии и до ГДР, и более того, как минимум два режима рухнуло, которые не были под пятой Москвы, это Югославия и Албания. То есть ветер перемен такой, что сдул кучу диктатур. А здесь такое начнется, что домино до Минска, очевидно. И три причины, почему казалось бы, вот этот путинский режим на нефтяной угле, который висит, никакой экономики нет, только вот эта энергозависимость, поскольку как раз-таки по этой причине ресурсы, природные ресурсы, Советский Союз так долго продолжал свое существование, потому что у него был неограниченный запас всех возможных и невозможных природных ресурсов, которые есть у Путина. В Китае ресурсов, во-первых, вообще меньше в абсолютном объеме, а на душу населения многократно меньше. В России 140 миллионов человек, в Китае 1,4 миллиарда, ровно в 10 раз. Китай импортер природных ресурсов. То есть нельзя их просто продавать, как Владимир Владимирович делает, положить ногу на ноги, иногда устраивать войны, чтобы цены на них подскочили и ничего не делать. Вторая причина это топорность системы. Власти она там более еще топорная, нежели чем в Российской Федерации, где какие-то выборы, элемент конкурентности все равно сохраняется, я имею в виду на региональном уровне, на местном, муниципальном. Понятно, там есть разные фильтры, понятно, есть разные ограничения выбора между плохим и очень плохим, но реально какой-то фидбэк, вот, собственно, голос народа, по крайней мере, власть через них слышит хоть как. А в Китае нет выборов вообще, от слова совсем, и кроме этого, однопартийная система, полный контроль интернет, чего в России до сих пор еще нету, и по сути тоталитаризм, даже при всех завернутых гайках путинская система остается авторитарной, более гибкая, в них вот это вот присутствует, он может сделать шаг вперед, два шага назад или наоборот, сохранять каким-то образом вот эту вот подвижность. Ну и третий фактор, который может быть в чем-то важнее даже, чем первый или второй, это фактор сопоставления, фактор пример. Если про восточных славян многие говорили, то есть, понимаете, они просто самой судьбой обречены на нищету и коррупцию, там невозможна демократия, потому что она превращается сразу же во взяточничество и вымогательство, вот то совершенно точно, что в Китае этого нет. И я могу сказать, что Тайвань просыпающий это вот как бельмо на глазу. Я, кстати, приведу личный пример. В Китае я был настолько поражен этим, потому что в России такого не увидели. Наша группа в Харбине это было зашла нам, говорит, мы вам экскурсию проведем. В каком году? Это 2004 был в Харбине. Мы вам экскурсию проведем, экскурсию по заводу, но все эти экскурсии в основном это были то, чтобы какая-то торговля, чтобы мы что-то там купили. Заводят нас в зал, в углу стоит Жаровня. На сцену выходит подросток, наверное, или просто молодой человек и рядом с ним мужчина, он берет с Жаровни цепь толстую, показывает. Видите, она действительно, он бумажку берет, от цепи зажигается, загорается бумажка, он мог бы не показывать, потому что видно было, она просто мерцала, полупрозрачная была от жары. Парень берет два раза рукой по этой цепи, проводит, виск такой, как будто вот что-то, собственно, вот как тормоза. Это просто он руку обжигает так, запах пошел горелой кожи, он скорчился от боли, берет его напарник крем, мажет крем, говорит, посмотрите, хороший крем от ожогов. Показывает нам, мы рты раскрывше сидим, вторая часть морализованского балета, выходит человек, ему дают в руки два провода и под ним пропускают ток, а на лоб ставят маячок, ну, типа как отвертки с внутри лампочкой, лампочка загорается, видно, что по нему идет электричество, но там было видно, в общем, что это действительно его трясет от тока, это понятно, потом ему дают капли, вот капли для улучшения сердцебедения, можете послушать пульс. Мы в любом случае, даже если бы на такую рекламу повелись, мы бы оставили там сущие гроши на это галиматию, которое нам пытались там впихнуть, и это, эти гроши делятся между производителями, торговцами, этим парнем, вот люди добровольно такое позволяют с собой проводить за какие-то просто копейки. В России бы тогда сел бы предприниматель этот за истязание сел бы в тюрьму, он бы не откупился от прокуратуры при таком количестве сидителей. А в Китае все нормально, бизнес. Теперь по поводу успешности пути китайского, про который часто говорят, 20-й съезд КПК октября октября 22-го года не совсем недавно наметил путь к сияющим вершинам. К счастью, пропаганда КНР работает очень активно, и вся речь Сидзепина, она полностью опубликована на русском языке, находится за несколько секунд через Google. Общая цель развития на 2035 год заключается в следующем. Экономическая, научно-техническая и совокупная национальная мощь Китая значительно возрастут. ВВП на душу населения поднимется на новую ступень и достигнет уровня среднеразвитых стран. То есть это только горизонт. Значит, подавляющее большинство китайцев живет в нищете и убожестве, учитывая огромные разницы в доходах между, во-первых, прибрежными районами КНР и глубинкой. Самый негативный пример в большей нищете это Тибет и Сен-Зиан-Угурский автономный район, а между ними уровень доходов медленно возрастает. И города в нищете юг. Это данные данные Мирового валютного фонда страны мира по ВВП паритет покупательных способностей на души населения международных долларов. В 23 году прошедшем. А я специально выбрал показатель не номинал, а паритет покупательных способностей, то есть учитывать силу денег, что на свою зарплату может купить китаец, русский, немец и так и если мы посмотрим на Китай, у него такая светло-зеленая окраска, а рядом чуть темнее изображены Россия и Казахстан. Это что, успешные страны, что ли? Но это не так важно. Важно то, что рядом с Китаем коммунистическим, посткоммунистическим, как мы назовем, есть четыре синеньких точечки северно-юг, Тайвань, Макао, Гонконг и Сингапур. Это четыре нормальных Китая. Так, как китайцы должны жить, если бы не было этих коммунистических упырей во власти, которые страну довели до ручки. Если мы обратим на цвет, вот эту разницу в цвете китайцев континентальных и вот этих островных, то это не следующая ступень, это еще через две ступеньки. В целом на Тайване ВВП надушен усиление, он в три раза выше, то есть это не на проценты, это в разы, в три раза выше, чем в континентальном Китае. И если мы чуть побольше сделаем картинку, то видно, что Тайвань, он таким вот синеньким цветом обозначен, а рядом у нас два таких пятна темно-зеленых. Это у нас Япония, которую давно все называют страной чудесной, страной японского чуда, и нам много справедливо, но тайваньское чудо, оно, как мы видим, уже стало чудеснее, потому что тайваньцы просто перегнали японцев по ВВП над душу населения, если учитывать уровень цен. Но самое главное, что японцы, они вот этот прорыв совершили благодаря внешним факторам. низкие расходы на военное строительство под американским зонтиком оборонным, а тайваньцы вопреки внешним факторам международным, конкретно двум, это огромные расходы на оборону, вызванные прямым соседством и прямой угрозой со стороны КНР, армия там огромная, по меркам скажем так, Евросоюза в процентном соотношении призывная. И второй фактор это международная изоляция, потому что с начала 80-х годов пошла череда признаний сначала со стороны Америки, ну и других, прошла череда признаний КНР в качестве Китая. Раньше признавали Тайвань, потом переключились, потому что хотели сделать противовес Китай маоистский тогда и постмаоистский противовес СССР. И чтобы вот расколоть, признали КНР, Тайвань, непризнанные государства, что, конечно же, бизнесу мешает очень серьезно. То есть тайваньское чудо, китайское чудо, это вот все эти четыре страны, они в разных условиях были. Сингапур, Тайвань, Гонконг и Макао. Две из них были колониями Португалии и Британии. Две из них были независимыми Сингапур и Тайвань. Все они селены-тайваньцами в те сказочно богаты. Причем не просто богаты, например, как Саудовская Аравия, проткнули дырку в земле, нефть забила ключом, продали и радуются. Это же высокие технологии, хай-тек. КНР. Один только пример. Население в 60 раз больше. Конечно, всевозможный искусственный интеллект и электроника, она просто необходима как воздух для производства, в том числе собственного вооружения. Страна достаточно милитаризованная. Но они не могут произвести те микрочипы, полупроводники, которые производят крошечный Тайвань, где население менее чем китайское в 60 раз. Одна из причин, конечно же, не главная. Главная причина это просто свобода. Одна из причин в том, что на Тайване сохранили старый алфавит. Мао, он проявил реформу иероглифов и очень сильно упростил написание многих, а простой алфавит, простая письменность, она в некотором степени упрощает и мышление. И, кстати, вот на Сингапуре тоже... Простая письменность в Китае, прямо обхохочешься. Очень простая письменность в Китае, прямо обхохочешься. Ну, например, в Советской России тоже после 17-го года отменили букву «Ять» и ничего, я думаю, мы как-то выжили. Ну, ладно. Там тысячи иероглифов упростили, отменили. Сингапур, кстати, вслед за КНР синхронный по бизнес-причинам отменил. Старую письменность ввел новую. Тоже были в этом свои плюсы торговля с КНР, но вот у тайваньцев креативность мышления, вариативность. Но самое-то главное, действительно, это просто свобода. Это понятно совершенно нашим читателям, нашим слушателям явление коррупции. Совсем в разных мирах существуют вот эти вот Китай, Тайвань и КНР. Я взял за 23-й год данные Transparency International и вот слева мы видим, что Тайвань, у него меньше коррупции, чем, например, в Израиле, Литве, Португалии, Латвии, Испании и Чехии. Хотя Чехия, например, считается просто образцом наиболее успешной посткоммунистической страны, наверное, Крайнеев Европы. Китай обозначен таким вот тревожным цветом. Он вообще не находится даже рядом с Тайванем, он в другой части списка. Что, конечно, знают рядовые китайцы, которые больше всего страдают от нее, это один из основных факторов, который неравенство усугубляет коррупция. И вот тут произнесу фразу, с которой сразу же скажу, что не вполне согласен. Коррупция является одной из черт азиатского образа жизни. Люди открыто принимали вознаграждение, это являлось частью их жизни. Эта фраза из мемуара Ли Куан Ю, творца сингапурского экономического чуда, назывались эти мемуары из третьего мира в первой. И фактически, если бы это была прирожденная азиатская черта, тогда Ли Куан Ю не смог ее искоренить. А вот в Сингапуре там действительно коррупции нет. Просто он в самых-самых топах всегда находится. И конечно же, если мы вспомним колыбель цивилизации европейской, там Цицерон он из-за чего так вот прославился своими речами против коррупции. Просто. То есть это явление универсальное, получали взятки и бюджет разворовывали еще во времена Римской Республики и тем более Римской Империи. Поэтому явление где хочешь, но там где свобода Тайвань там ее мало, а в КНР она есть. Ее немало там. И я, кстати, тоже с этим там столкнулся, когда был в ну, так сказать, в поездках. Там, в частности, коммерческий подкуп довольно-таки распространен. Это у нас такая вещь, как свобода пресса. Во всем мире карта, соответственно, более темная это там, где свободы мало и светлее там, где свободы пресса. Тайвань на 35-м месте. Это неплохой показатель, но все-таки не в мировых лидерах. Но зато, например, там пресса свободнее, чем в Испании, в Италии, где, как мы знаем, бандиты могут запугать журналистов, или даже в США, где прессу могут купить богатый магнат, глава корпорации. При этом, конечно же, прямая взаимосвязь между уровнем коррупции и свободой прессы. сейчас подходим к, возможно, самому важному аргументу по поводу того, что, ну, по крайней мере, наиболее часто встречающемуся аргументу по поводу того, что революция в Китае это менталитет тех людей, которые говорят. А как же китайский менталитет? Собственно, он же совершенно не для революции, тем более для демократии, не для демократии. Ну, наверное, вряд ли следующие аргументы на этих людей как-то воздействуют, но остальным показываем следующую карту. Это мировой рейтинг демократии, который составляет каждый год журнал «Экономист». Ну, казалось бы, журнал «Средства массовой информации», журнальчик. На самом деле, это солиднейшее издание у которого уже скоро 200 лет будет история. А самое главное, там работает экономист групп 1640 человек. То есть далеко не в каждом научно-исследовательском институте такое количество аналитиков сотрудников. И уже годы Тайвань он является мировых лидеров по демократии. Там сложная система подсчетов и оценок у этого журнала. И вот что мы видим конкретно как то он находится у нас на 10-м месте под десятку лидеров. то есть там положение со свободой с демократией точнее чуть лучше чем в Германии с которой вещаю я. Чуть лучше чем в соседней Японии которая обладает имиджем наиболее цивилизованной страны мира. Чуть лучше чем в Соединенном Королевстве в Британии одна из стран которая ввела муту на демократию и в которой непосредственно этот рейтинг составлялся. Ну а также и в других странах я точно что уже в первой группе вот этой вот full democracy полная демократия там уже собственно нету почти никаких постсоветских государств точнее вообще ни одной страны постсоветской нету и демократия какая-то там с недостатками начинается Чили Чешская республика Эстония и прочее разумеется Китай он в карте ну совершенно где демократии никакой нет то есть демократия китайская показала свою просто невероятную эффективность и одним из как показателей конечно же так то есть индикаторов так и факторов невероятной эффективности тайваньской модели демократии является равенство полов которая говорит о том что у власти находятся люди не из-за правильного пола а из-за их мы же знаем что азиаты баб углетают но тем не менее на тайване вот предыдущие два срока президентские женщина правила государства из прогрессивной партии цай инвэй с 16 по 23 год а сейчас мужчину они переизбрали но зато вице-президент женщина причем она с миграционным происхождением частично то есть у нее отец тайванец мама американка у нее долгое время было двойное гражданство она училась в сша то есть полная билингва но потом отдала свой паспорт потому что там чиновники с двойным гражданством не могут или государственные деятели не могут определенной должности занимать она американский отдала и стала вице-королем я тоже нашел в рейтинге равенства полов мировые составляют институты разные он за этим следит и так далее но к сожалению я решил их совершенно точно не приводить потому что там такая же беда как в свое время со статистикой Советского Союза все вот эти вот организации они мерят КНР общим аршином чего делать совершенно нельзя потому что в Советском Союзе часто тоже говорили власти да и некоторые иностранные люди наивные вот посмотрите по сравнению с Российской империей там женщин образования не было а в Советском Союзе образованных женщин больше чем мужиков вот же какое равноправие второе посмотрите на думу царской России а посмотрите теперь на Верховный Совет Советского Союза сколько там женщин вот какое равноправие но при этом как-то скромно умолчивали о том какой процент женщин в ЦК КПСС находился и в секретариат или в политбюро у них же реальная была власть а формально это были организации общественные которые вообще никакого отношения к государству не имели вот абсолютно та же история в КНР понятно что в СССР угнетали женщины просто вы узнаете гораздо лучше меня как то же самое в КНР тем более что кто скажет каков процент женщин например в госбезопасности китайской структуру с реальной властью статистика закрыта поэтому приходится ограничиваться некоторыми яркими примерами вот в 22-м году на Тайване прошли выборы и более зналищие посты глав администрации городов уездов районов и волостей по итогам составили на Тайване 56,3% как вот так вот уже небольшой матриархат отмечается то есть президент женщина или вице-президент это не исключение то же самое по всей пирамиде власти а в континентальном Китае женщин убивают миллионами или даже десятками миллионов только за то что они женщины конкретно это но вы имеете ввиду что аборты аборты на поздней стадии беременности и убийство младенцев женского пола потому что мальчик когда вырастает он будет работать кормить родителей а девочка когда она вырастает она уходит в другую семью и поскольку там все деньги у работающего мужчина дает зарплату жене часть может дать своим родителям меньше шансов на то что женщина будет кормить своих родителей поэтому поскольку пенсионная система там очень-очень маленькая охватывает процент населения девочек предпочитают убивать причем делают это в том числе сейчас когда казалось бы рожаясь сколько хочешь отменили не так давно несколько лет назад ограничение на количество рожденных детей когда сначала из-за падения рождаемости разрешили рожать двоих детей а потом когда рождаемость стала катастрофически совершенно приобретать масштабы сказали вообще сколько хочешь хоть пять хоть десять неважно но тем не менее женщины не рожают и продолжают убивать девочек новорожденных миллионами или десятками миллионов в том числе и сейчас и ясно что это все вся эта политика она в общем-то выражая рождает недовольство у властей я отслеживал сведения по протестам статистику протестов коллективных это данные как ни странно публиковались в девяностых годах в начале нулевых официальной власти публиковались количество коллективных протестов и где-то до 2008 года до 80 тысяч коллективных протестов в Китае это многое для КНР они в основном были экономического свойства то есть например обманутые вкладчики нескорбедливые уволенные без зарплаты рабочие жители которые протестуют против строительства завода по экологическим соображениям и так далее но все равно это были коллективные протесты не индивидуальные с табличкой около 80 тысяч было в 2007 году потом засекретили причем до этого был рост очень стабильный такой хороший остается что яркие примеры самые большие протесты потом произошли у нас в Гонконге по поводу этих вот закона судебной реформы по сути контрреформы до этого была революция зонтика 2014 года не удалась власти не пошли не по пятнам а потом власти приняли часть требований протестующих в Гонконге вот эти вот протесты когда миллион на город просто на улице города вышел там яблоку было негде упасть эти совершенно впечатляющие картины точно совершенно больше чем в Киеве было во время оранжевой революции или Евромайдан и часть требований приняли вот а конечно самые большие протесты наверное ну во всей новейшей истории Китая скажем так протесты против ковида как мы видим они по всей стране в отличие от демонстрации на площади Танамы которая только лишь в одном городе происходила и самое главное даже не масштаб протеста а то что власть пошла на попятную сразу же после них все ограничения отменили то есть как гонконгская история так и вот эта волна она учит учит людей то что власть их теперь не будет давить танк а будет идти на попятную частично именно поэтому диктатура и тем более авторитарное абсолютизм крайне не любит принимать отношения под давлением какие-то требования выполнять потому что потом требовать будет все кто угодно и так далее то есть нужно чтобы власть милостиво соизволяла населению что-то сделать а здесь именно вытребовали как в гонконге так и в континентарном то есть в опозримом будущем я думаю что все это перейдет в революцию собственно уже полномасштаб да Юля теперь хотели задать или задать пару вопросов или возразить очевидно я вот слушала я вижу описание нынешнего состояния Китая я никак не вижу как из этого следует революция вот вообще не вижу дальнейшее обнищание масс и протесты которые происходят в связи с этим революцией то есть народ выходит на улицу и делает функционирование власти невозможной или же всеобщими забастовками в общем когда это вот как пламя распространяется как протесты против ковида так и протесты против нищеты с подлозунгом сделаем как на Тайване или хотим как на Тайване во все годы советского периода революции демократически называясь буржуазная революция то есть революция горожан когда предприниматели у которых были деньги часто больше денег нежели чем у феодалов на тот момент или же у КПК у компартии говорили слушайте деньги у нас а у нас власти нет хотим власти и выходили на улицы и вели с собой домочадцев сотрудников собственных предприятий собственных охранников и это создавало большую массу от которой феодалам приходилось бежать чтобы голову не отрубили на гильотине и в Китае стремительно происходило происходило развитие городов в последние десятилетия причем не такое как в Советском Союзе когда просто структура экономического реального социализма она не менялась действительно была плановая экономика вот с 28-го года до 88-го просто в рамках этой плановой экономики перемещение сельских жителей города вот такая шла и урбанизация потому что в городах была нужна рабочая сила потому что там оружие производилось для мировой революции структурно не менялась экономика как был план вот этот плановая примитивная административно-командная система при Сталине так она вот при Горбачеве еще начала уже падать а Китай действительно появилось то что во Франции называлось третьим сословием это масса мелкого среднего бизнеса которые часто вообще там не было можно действовать ну грубо говоря без каких-то лицензий и разрешений действительно свобода предпринимательства мелкого среднего в отдельных случаях была исключительно в Китае для того чтобы открыть ресторан особенно много разрешений не требовалось в этом были конечно и свои минусы конечно экономика остается более гораздо зарегулированная чем в США чем в Евросоюзе это планово рыночная экономика или рыночная плановая но там есть и свои толстосумы там вот кстати благовечность российских где я был я работал долго он на этом очень сильно поднимался из-за того что в Китае были запрещены азартные игры а китайские толстосумы хотели все-таки рулеточку поиграть из соседнего света ездили так точно и этот слой людей он в принципе недоволен была пару лет назад история когда один баснословно богатый китаец решил что час настало час пробил и сделал пару политизированных заявлений для него это закончилось неприятностью как-то вот он пропал с радаров я не думаю что простите это с Джеком Ма случилось с владельцем Алибабы да и тем не менее это индикатор того что многие недовольны в том числе и застройщики которые вот этих вот строительный кризис был огромный сектор а сейчас этот сектор начинает проседать кучу недовольных вкладчиков дольщиков кучу недовольных предпринимателей эти производители которые которым власти помогают как-то на деппинг с помощью деппинга продавать за рубеж свои товары если эта схема начнет пробуксовывать и она вероятно начнет пробуксовывать международное сообщество этим озабочено если товар будет не поддевать все равно это действует это к разорению обманутые ожидания народ на улице дальше так жить нельзя люди выходят и случается настоящая революция по большому счету более сущностная чем была в Советском Союзе в 85-м тире в 91-м годах скорее в 91-м потому что там все-таки инициатива она выходила из Горбачева что Черненко что Андропов они правили по-прежнему Горбачев сказал ЦК они поставили человек и Горбачев сказал что да давайте чуть-чуть свободы новое мышление тогда система в разнос пошла а здесь скорее всего под давлением масс и по разным оценкам есть разные системы подсчетов что считать горожанами что считать селянами но по разным оценкам в Китае от 48,5% на настоящий момент до даже 65% это горожане то есть горожан половина есть та сила которая может свергнуть если захочет власть конечно же сразу же возникает вопрос а как же вот маленькая победоносная война на Тайване вы правильно совершенно сказали что вот эта вот угроза она заставляет трепетать все человечество не набросится ли Китай на Тайвань для того чтобы во-первых ликвидировать альтернативу чтобы не говорили местные давайте делаем как на Тайване а и во-вторых для того чтобы местных отвлечь от этих хозяйственных неурядиц я предполагаю что нападение на Тайвань маловероятно по экономическим политическим и военным сгуба причин начнем с военных Тайвань вооружен до зубов Путин полез на Украину армия которая не была самой высокотехнологичной в мире Тайвань наиболее одна из наиболее технологически развитых держав которые достаточно количества сейчас помогают к тому же и США а многие страны не поддерживали Украину с 14 года например в Германии говорят мы не поставляем оружие в конфликтные зоны в Тайвань конфликтная зона и у них они грубо говоря вооружены до зубов ВВС Тайвань это почти 400 самолетов боевых истребителей разумеется никаких оперативных планах нет бомбить континентальный Китай а Украина на момент русского вторжения это 130 боевых самолетов то есть в три раза меньше мотивация Тайвань она гораздо выше они готовы воевать и даже убирать свою свободу потому что украинцы в основном воевали за свободу а Тайвань кроме этого если будут воевать то готовы воевать еще и за благосостояние в России ВВП на душу населения он выше чем в Украине одна из пропагандистских карт Путина говорила вот смотрите мы Крым захватили и там пенсии во сколько увеличились вот вот то же самое будет и в Украине ну украинцам это пенсии нефтедоллар в эти универсии не захотели а сумели отбиться а Тайвань Китай такому же Тайваню сказать не может все знают что на континенте нищета и убожество а на Тайване благосостояние то есть они готовы воевать за свое богатство это главное кроме этого КНР это не Россия КНР не воюет уже 45 лет как вот получили последний раз по зубам когда полезли во Вьетнам спасая ну или по крайней мере выражая недовольство тем что вьетнамцы кушеминовцы значит ствергли этого полпота с тех пор ни в одном международном конфликте КНР не участвует в отличие от России которая только делает что воюет что советское что постсоветское в настоящий момент и экономика так то что мир не готов к Первой мировой войне это в общем было я не случайно оговорился Первой к Новой мировой войне это было очевидно многим уже еще до начала вторжения путинского даже в 14-м году в Украине тем более потом несмотря на то что человечество гораздо богаче чем было 100 120 лет назад но ресурсов запаса прочности и экономики нет такого в том числе возможно потому что в 90-е годы произошла вот эта вот демилитаризация после окончания Холодной войны бросили все на другие цели и создали стратегические запасы продовольствия и обеспечения и не создали запасы вооружения в том числе обычного из-за чего так сложно было помогать Украине одна из причин и вот совокупный ВВП России и Украины это 2% если же мы берем и смотрим как когда эти 2% друг с другом воюют то тогда мы не можем не видеть что весь мир за этого лихорадит я имею ввиду такие вещи как стоимость сырья электроэнергии энергия и стоимость продукции то что коснулось всех на планете вообще то есть имеется ввиду конечно не небольшого количества сверхбогатых людей которые не смотрят сколько они потратили на икру и шампанское все остальные от этой войны вкусили и вот представим что будет когда будет 17% ВВП друг с другом воевать Китай набросится на Тайвань на котором производится куча полупроводников которые нужны всему человечеству которые нужны в том числе экономике КНР допустим если правительство Китая решит да не доставайся что никому или решит эти заводы просто подорвать в рамках тактики вырженной земли вполне кстати штаг в ряде случаев оправданных с точки зрения международного права законодательства ведения войны я не могу представить что будет в этом случае если только лишь от вот этой вот Украина русской войны затрагивающей меньшинство человечества произошло такое что будет тогда я думаю не могу представить лидеры ЦК КПК и нет ну и кроме этого они очень более чем пристально смотрели на крушение советского блока кучу денег выкинули на исследование такого вопроса почему же почему же произошла перестройка ответ-то простой народ выбрал свободу и человечество тоже так в этом направлении движется и они не могли не заметить что те аппаратчики которые что ли постарались удержаться от насилия постарались удержаться от крови все с ними было нормально либо их переизбрали спокойно после 91 года в этих же странах причем не только в России и Украине куча вошла бывших наукатурщиков в странах Балтии во власть в Польше в Болгарии и так далее и в Монголии тем более либо спокойно ушли на пенсию некоторым которым которые были молодые но еще не повезло переизбраться ну что ж пришлось в бизнес уйти дали им чуть-чуть собственности несколько пачечку акций от завода которым ты раньше управлял как секретарем как директор этого завода получил либо весь завод собственность либо долг какую-то ну и и живи спокойно кровь убили Чушеску там где он сам кровь эту пролил то же самое и здесь что вероятнее всего поскольку контрэлита в массовое такая политическая в КНР не возникла представители ЦК КПК предполагают что в случае смены режима большинство из них переизберут теперь уже а те кто не переизберут будут жить безбедно а самое главное на свободе а не запачкав себя кровью например войной с Тайваем могут и народный угодить ну вот такая вот такое примерно соображение по поводу войны да да Юля смотрите значит если можно действительно будет у меня несколько длинный спич значит я начну с того что вы сказали что будет революция третьего сословия который люди слой людей которые недовольны а эту революцию вот как я помню политологи обещают еще с 90-х годов со словами потому что вот не бывает чтобы была буржуазия и не было у нее представительства и мне это представляется ну как бы в современных условиях абсолютно нерелевантным рассуждением во-первых потому что первых нам это обещают уже примерно 30 лет а во-вторых на месте китайской буржуазии я бы меньше всего хотела революции более того меньше всего хотела всеобщего избирательного права потому что как неплохо Си Цзиньпин как неплохо неплохо было правление партии до этого а оно было на самом деле совсем не такое плохое пока это не стало единоличной властью в любом случае там любая революция любые выборы в Китае приведут к власти нового Мао Цзэдона и соответственно вот тут просто на месте китайской буржуазии я меньше всего бы хотела какого угодно какой угодно революции просто действительно покончить с этой китайской буржуазией более того они просто могут посмотреть то что происходит в западных странах и тоже увидеть что их в современном мире где слово демократия означает всеобщее избирательное право и они понимают что действительно проголосует тот миллиард китайцев который не имеет ничего и который хочет все разделить но это будет новый Мао или новый Боси Лай вы сказали очень важную вещь насчет 80 тысяч коллективных протестов и власть которая идет на попятную но вы не сказали очень важные вещи которые заключаются в том что у Китая есть длительная традиция местного самоуправления еще при императорской власти которая как раз была главной опорой императорской власти в селах когда старосты это очень часто были выборные и длительная традиция как ни странно протестов и в том числе даже и восстаний и чиновники китайские всегда к этому относились так если бы чиновники не бесчинствовали разве бы народ лишился на восстание это было просто одно из основных литмотивов с которой китайские власти исторически подходили к восстаниям и это колоссальная разница между российской и китайской властью потому что на самом деле у китайской власти есть очень много способов обратной связи с населением в отличие кстати от России и один из главных способов обратной связи это как раз дозволение вот этих местных протестов когда допустим у деревни отбирают слишком дешево землю и деревня начинает протестовать и действительно деревню за эти протесты не наказывают более того ее очень часто не наказывали 2000 лет назад то есть это действительно такая древняя китайская традиция местных протестов и даже местных восстаний потому что я напомню что очень часто лидеры местных восстаний их совершенно не истребляли как условно говоря лидеров Жакири в Европе их кооптировали их прощали иногда они даже какие-нибудь как пират Фань Гуджун получали на высокие должности то есть вот как раз эти протесты это не просто способ выпуска пара а это в том числе способ укрепления способ управления государством и способ обратной связи вот я еще раз повторяю что способов обратной связи на самом деле в Китае достаточно много сейчас мы не будем другие перечислять а значит по поводу коррупции свободы прессы и всякого такого прочего и отсутствия демократии как причине беспорядков мы просто если можно не будем говорить потому что все эти факторы действовали и в 80-х и 90-х и в нулевых и в десятых годах и все это время Китай прекрасно без них развивался и даже наоборот мы видим что в современном мире просто существует тенденция когда страны с высоким уровнем демократии например та же самая Европа у них резко падает экономическое развитие их правители которые думают о том как заработать лайков и получить максимальное количество голосов они пускают в страну большое количество людей которые как им кажется будут голосовать за них раздают большое количество социальных благ и так далее и так далее то есть тут это сложная тема которую мы обсуждать не будем способствует ли демократия быстрому экономическому росту но в современном мире но во всяком случае мы можем твердо сказать что вот Китай с коррупцией и без свободы и без демократии развивался последние 30 лет это не какая-то перемена ситуации а соответственно ну если можно мне кажется что не очень коррект вот разные да это это очень интересно когда оказывается что китайцы стали раскрывать гораздо меньше экономических показателей там всегда есть подозрение что они что-то махлют со своей статистикой но сказать что вот стали меньше экономических показателей публиковать это важный признак того что будет революция мне кажется это очень сильно сильное преувеличение точно так же как например в том что касается динамики туристов ну просто нельзя забывать что ну помимо того что из этого революция не следует ну просто например динамика туристов не восстановилась потому что в Китае до сих пор сильнейшие ограничения по ковиду в некоторых местах делают то же самое касается уровня употребления морепродуктов или вот тайваньцев которые больше не инвестируют в континентальный Китай мы только ждали что ну естественно если тебя хотят завоевать так фиг ли ты будешь естественно ты будешь инвестировать в Австралию а политика одного ребенка это очень существенная вещь которая действительно дается создает сейчас колоссальные демографические сложности но из нее опять же революция не вытекает вот сейчас я посмотрю что еще важное ну если можно мы не будем обсуждать Тайвань потому что ну как бы если когда происходит война она происходит не из-за совсем рациональных причин и мне кажется некорректно предрекать каким образом эта война будет потому что в Тайване может быть какая угодно технологическая армия но в Тайване просто очень мало населения и маленькая стратегическая глубина этого острова то есть если китайцы его захотят завоевать то это будет просто блицкрик если они на это решатся другое дело экономические последствия всего этого санкции и так далее и так далее а значит 4 миллиона лишних квартир это действительно очень серьезная история про которую все говорят потому что я напоминаю нашим слушателям что во-первых китайское государство когда у него стали замедляться экономические показатели гигантские деньги стало вкладывать в инфраструктуру и там есть довольно пустые шоссе которые ну которые куда-то ведут но по этим шоссе едет небольшое количество машин скажем так но тем не менее обратной стороной это является то что Китай у которого еще вообще совсем недавно вместо дорог были направления теперь обладает дорожной сетью большей плотности чем Соединенные Штаты Америки вернее не большей плотностью а большей протяженностью чем Соединенные Штаты Америки это фантастическое достижение Китай строит в год по 5-6 тысяч километров дорог вот шоссейный автострад автострад в России близко такое не снилось но действительно стоят вот эти вот теневые города и очень большое количество китайцев покупали квартиры на вырост на будущее а некоторые не продаются это серьезный пузырь но знаете вот у американцев тоже другой правда пузырь наднулся в свое время значит некачественного могоч ничего такие пузыри ну не обязательно приводит к революциям и катастрофам то есть собственно вот мне кажется что вот это все было очень интересно но понимаете я ловила себя что я не вижу в вашем рассказе ну того Китая который я немножко тоже как-то я не очень хорошо знаю современный конечно Китай я конечно гораздо больше увлекаюсь средневековым но вот допустим вы упоминали Благовещенск и это в общем грязный занюханный город а по ту сторону стоят стеклянные небоскребы причем эти небоскребы построились за эти же самые 30 лет и эти небоскребы строились буквально когда люди вкатывали на тачках вот эти тачки с цементом наверх небоскребов и если мы посмотрим на Китай то мы увидим совершенно фантастическую картину например там древня которая берет и занимается мебелью а эта деревня большая это несколько тысяч дворов и вот представь себе возле каждого дома стоят копии лучшей итальянской лучшей какой-то французской мебели и ты просто можешь заехать и выбрать а ты можешь заехать в другую деревню и узнать что еще 20 лет назад там просто во дворе занимались химией как занимались химией брали контейнеры и спрашивали в нем разные вещи которые естественно просто отравляли всю окружающую среду а теперь там контейнеров не стоит а стоит несколько крупных химических производств мирового уровня и можно на другую деревню заехать и увидеть там человека опять же еще 20 лет назад буквально вот во дворе в электропечке ну просто как во время большого скачка всякий лом перерабатывал железный а сейчас у него крупнейшее металлургическое производство которое может соперничать там с новолипецким металлургическим комбинатом или это это совершенно некие невероятные достижения самое главное что мне кажется важно вот когда вы говорили о сравнительной бедности Китая это действительно так но тут надо понимать две фундаментальные вещи во первых Китай за последние 30 лет поднял из нищеты 400 миллионов человек это просто например больше чем живет в Соединенных Штатах Америки это ну некий невероятный рост который не имеет аналогов некорректно сравнивать Китай с Тайванем потому что просто Тайвань это маленькое государство некорректно сравнивать Китай с Сингапуром потому что Сингапур это маленькое государство некоторые вещи не масштабируются я обожаю Сингапур я вот просто ну реально обожаю это государство но все-таки некоторые вещи не масштабируются И, соответственно, вот эти 400 миллионов человек, которые подняты из нищеты и которые действительно живут в городах, они или их отцы очень хорошо помнят, что такое революция, что такое мало. И что такое вот... Смотря на Европу, они очень хорошо понимают, кстати говоря, что такое демократия. С другой стороны, тот без малого миллиард человек, который продолжает жить в деревнях действительно в чудовищной нищете и который не мог же оттуда выбраться, кроме как вот если там трижды перевернуться или, например, пойти в армию. Эти люди составляют до сих пор гигантский резерв того, что в Китае, собственно, способно расти. И при всех сложностях, которые есть у Китая, это живая система, в которой, как в всякой живой системе, есть большие противоречия. Мне кажется, что самым главным и самым тяжёлым противоречием был тот переворот, который мы видели на наших глазах, когда вот та политика, которую вёл Дэн Сиапин, которая называлась «Заимствовать у демократии всё самое полезное, не заимствуя её недостатков». В частности, как раз у «Демократии» была заимствована система сильной обратной связи. Было заимствовано, ну, собственно, это было даже не заимствование, а такое китайское поощрение, когда губернаторы поощрялись за то, что у них развивалось в различных провинциях экономика. И самое главное, через 10 лет менялся главный начальник. Вот Си Цзиньпин это отменил, и это всё вернулось к более привычной системе власти – китайский императорский двор, что действительно, ну, потенциально создаёт большие проблемы. А, кстати говоря, вот о системах обратной связи, когда вы сказали, что вот против ковида были протесты, и ковид отменили, и эти ограничения отменили. Это как раз очень типичная для Китая вот та самая система обратной связи, о которой мы уже говорили, которая не обязательно приводит к революции. А, короче говоря, я вижу живую, динамичную страну, в которой есть свои гигантские проблемы, в которой создаётся вот этот вот самый цифровой концлагерь, в которой неимоверными прыжками развивается наука. Потому что я, например, вижу учёных, которые переезжают из Европы в Китай, и в Европе этот учёный, это может быть российский учёный, это может быть испанский учёный, он там с трудом как-то может устроиться в университет, ему нужно заполнять какие-то бесконечные бумажки, у него сравнительно маленькая зарплата, его просто заставляют проходить вот все эти курсы, значит, потому что, особенно в Америке, если ты не чернокожая, а одноногая лесбиянка, то тебе достаточно сложно устроиться в современный американский университет. А, соответственно, ты переезжаешь в Китай, и ты обнаруживаешь, что у тебя зарплата в два раза выше, ты живёшь в потрясающем месте, который ты просто не мог себе никогда позволить, да, у тебя есть некоторые ограничения, связанные вот с тем самым цифровым концлагерем, прочими цифровыми расчётами и так далее, и так далее, но тебе говорят, слушайте, вот над какой работой вы хотите работать, вот вы занимаетесь астрофизикой, или там вы занимаетесь ядерной физикой, вот и занимайтесь, и у вас будет всё. И это действительно просто происходит с иностранными учёными, которые переезжают в Китай. Как я уже сказала, самое главное моё возражение заключается в том, что вы исходите из того, что вот эта вот китайская буржуя, которая всё это увидела, которая этот фантастический рост, который просто произошёл на её глазах, когда, условно говоря, Сименс не может в Германии построить поезд на магнитной подвеске, а Китай берёт и строит этот поезд по лекалам Сименса и пускает. И вот все эти люди вдруг, значит, страшно захотят, чтобы у них было, как в современной Европе, как в современном Париже, где бунтуют какие-то исламокоммунисты, где не третье сословие, а где люди, которые и без того не работают, требуют всё больше пособий, всё больше часов отдыха и так далее, и так далее. И с моей точки зрения, китайская буржуазия просто никогда, извините, не сделает такой глупости, имея в анамнезе чудовищную историю Мао. Вот, собственно, и всё. То есть вещи, которые вы рассказываете, да, они, да, это очень интересно услышать, но из них никоим образом не следует революция, хотя бы уже потому, что на самом деле революция никогда ни с чего вообще не следует. Революция иногда случается, иногда не случается. Но, учитывая то, как современное тоталитарное государство, каким сильным аппаратом подавления оно обладает, и какой одновременно китайским случаем оно обладает обратной связью, если, опять же, при Си Цзиньпине это окончательно не испортится. И учитывая то, что вот как раз те 400 миллионов китайцев, которые выбрались из нищеты, и живут фантастически хорошо, потому что, согласно тому, их попаритету покупательной способности те, которые живут в Шанхае, те, которые живут в Пекине, те, которые живут в Сен-Джине. Ну, слушайте, ну, было бы очень странно для них взять там и начать революцию, которая поведет к власти условного Боси Лая. Основные пункты записал. Попробую коротко. Буржуазия — это только лишь один слой, который потенциально свергает диктатуру, монархию, как мы это ни назовем. Например, революции 89-го года в Центральной и Восточной Европе посткоммунистические, то есть близкие, в каком-то смысле китайской, будущие, они происходили прежде всего с участием интеллигенции. И вот этот слой китайской интеллигенции, он тоже создан открытой, в отличие от интеллигенции, например, советской, которая вышла на улицу только тогда, когда и разрешил это Крабачев, и то не сразу, по часах, кто-то выйдет из запоя. И Китай десятилетиями отпускает своих людей в лучшие университеты мира, либо сам направляет, либо состоятельные родители туда отправляют детей, кто-то возвращается. В любом случае, вот этот вот пассажиропоток, который, в отличие от Советского Союза, границы открыты, он растачивает диктатуру. Воздух свободы потихонечку проникает сквозь границы. Именно по этому. Понимаете, воздух свободы проникает. И вот, представляете, приезжает китаец, условно говоря, в Массачусский технологический институт и видит, что его там заставляют посещать курсы ДЭИ и видит, или там институт похожий, видит, что нельзя, извините, афроамериканцу двойку поставить, иначе профессора уволят. И видит, что дважды два, четыре, это оказывается российское осуждение, это на полном серьезе толкает профессор. И когда китаец возвращается, он думает, так, ну, с одной стороны, конечно, Си Цзиньпин, а с другой стороны, БЛМ, черт его знает, кого я предпочту. Во всяком случае, при Си Цзиньпине наука есть, а при БЛМ точно не будет. Оказывается, что это российская штука. Юль, я позвольте тогда столь же долго ответ дам, как на вашу реплику. По поводу равенства полов, которые в том числе следят, которые в том числе следят за ним, и на Тайване, как я уже говорил, это, в том числе и в США, и в Евросоюзе, это один из принципов хорошо функционирующей экономики. То же самое, как антидискриминационные меры в отношении других групп, которые дискриминируются. Это для того, чтобы людей брали на должности не за цвет кожи, не за пол, а по их талантам, способностям и так далее. То есть, это один из факторов, который улучшает работу экономики, антидискриминационные меры, которые пользуются определённым вниманием и часто благосклонным со стороны тайваньских властей. Не так давно тайваньский, Тайване, и на международный фильм там было две страны, Тайвань ещё какая-то получил приз за судьбу тайландских эмигрантов на Тайване, как они мыкаются там, как их угнетают, ущемляют в правах, и власть Тайване сказала, действительно, у нас есть сложности в нашем отношении с эмигрантами. Вот этот фильм, мы рады, что он получил международный приз. Критика нас. И, кстати, мусульман они тоже в последнее время стали приглашать конкретно индусов в рамках этой политики. Продвижение на юг, а как мы знаем, в Индии это на 15-20% мусульман заставляет. Но возвращаясь к слою революционному, который возник, это интеллигенция местная, в том числе и восплачиваемая, которая для лучшей работы, которой нужна свобода. Свобода мысли, свобода действий. Те единицы или десятки, пускай даже сотни, или может быть тысячи, что для Китая огромное, не так много, западных специалистов, которые переезжают в Китай, действительно, если ты работаешь на китайский ВПК, ты получишь сколько денег на погибель человечества, когда ты работаешь, сколько, возможно, не получишь ты в Америке не столь милитаризованной. Или же некоторые переезжают из-за того, что правила их работы, они гораздо меньше рекламентированы в Китае. Не случайно вот этот коронакризис долбанул там, потому что и что компартия сказала, что ты и делай, что хочу, то и ворочу. А в Европе даже вот разница между, когда там со стволовыми клетками, когда с эмбрионами приходит, меняется, значит, демократы на республиканцев в США, то ученые, там огромный сектор в Штатах, значит, либо сжимается, и ученые перекочевывают в Евросоюз, либо, напротив, когда разрешили с эмбрионами больше следующие консерваторы или демократы, значит, экспериментировать, демократы разрешают больше, расширяется. То есть, это явление нисколько китайское, и люди, которые едут цинично зарабатывать деньги, в том числе в рискованных сферах экономики, наверное, это не самый стереживший. Дальше. 30 лет, конечно, действительно он развивался, но совершенно точно, что вы заметили, упомянули экологию, когда в грязи и убожестве это все происходило, действительно, это китайское чудо, оно в основном произошло за счет двух факторов, это разрушение и уничтожение природы, и безжалостная эксплуатация бесправной, а потому дешевой рабочей силы, которая может только лишь один коллективный в себя, а то не в себя. Ну, Саша, извините, тогда мы можем сказать, что промышленная революция в Англии произошла за счет безжалостного уничтожения природы и эксплуатации бесправной рабочей силы. Ну, так она всегда происходит. Ну, позвольте, я докончу, Юль. В Британии там бездержки и противовесы, там были разные общественные организации, был конкурирующий бизнес и многое-многое-многое другое, без этого тоталитарного монстра. Как говорят про Китай, самое основное их богатство это нищие люди. И вот когда действительно выросло 400 миллионов вышло из нищеты в бедность, не в зажиточность еще, зажиточное там действительно небольшой слой предпринимателей, чиновников и высокооплачиваемые единицы интеллигенции. это не скачок в будущее, это скачок во вчерашний день за счет вот этих вот ужасов. И рядом находится не только Тайвань, который, пример, для Китая, не США, не Евросоюз, и абсолютно более односотворительный смысл. Рядом находится еще огромная многодетная Индия, где никакой политики одного ребенка нету, тем не менее она развивается сейчас многие годы уже быстрее, нежели Китай. Пока что еще беднее. Что касается этой революции, почему же должен прийти какой-то следующий совершенно немыслимый диктатор? После тоталитарных революций на постсоветском блоке везде пришло либо демократия, либо цивилизованная, так сказать, ну или нет, умеренная диктатура. Потом вот в России она перешла в какой-то кошмар и только министр стал... Нет, слушай, подпись минуту, ну во всех постсоветских странах в большинстве от Белоруссии до Таджикистана какой-то сизый ужас хуже совка. Совершенно точно, что диктатура в большинстве случаев она не так плоха, как тоталитаризм. Ужасный пример Туркменистана, но это скорее исключение и то же самое и в Китае. Если и самое важное то, что... Я поспорю, совок, да, позвольте, я закончу хотя бы. И возвращаясь к Китаю, там ситуация перехода от нынешнего тоталитаризма к постталитаризму очевидно, и все это понимают, будет гораздо менее болезненной, чем в Восточном блоке. По причине экономики. В Советском Союзе экономика была плана, делихи 90-е были, потому что народ учился существовать по-рыночному. В Китае экономика, она и так полурыночная, самое главное поменять власть. Народ уже по-рыночному научился хозяйствовать. И в Советском Союзе производили только нефть и оружие, и когда цены на нефть упали, перестали производить оружие, народ был весь потерянный. В Китае производят товары народного потребления, которые будут нужны и после соответственно этой революции. Экологические сложности, которые гораздо сильнее, нежели чем в ВЦСР, Китай одна из самых грязных стран мира, это недовольство населения поражает довольно-таки сильное. Вы сказали про цифровой концлагерь, я знаю, что это не употребляете не только вы, это такое расхожее обозначение КНР, но цифрового концлагеря они не строят, хотя бы потому, что границы-то свободные. Хочешь, уезжай, куда хочешь. И десятки миллионов предпринимателей, которые ездят за рубеж и вкушают либо на худой конец просвещенный ацередаризм, а в идеале демократия, это тоже та сила, которая, может сказать, сделаем так, как за рубежом. То есть политика одного ребенка, про которую мы еще, к которой все-таки возвращаемся, и ее последствия, и нынешняя просто, ну, не только кризис, как я уже сказал, агонья КНР, это аномалия. Потому что что делают страны, что происходит в странах, где политика одного ребенка или же там не политика одного ребенка, а рождаемость падает. Вот, например, в Германии, в которой я нахожусь, женщины не хотят рожать, власть вынуждена привозить большое количество мигрантов для того, чтобы восполнить дефицит рабочих сил. Вот настоящий момент в Германии безработица ничтожно мало, только по отдельным специальностям. В целом, огромная нехватка рабочей силы и... Но при этом 42% пособий получают мигранты, которые сидят без работы. Это не важно, важно, важно то, что... Ну, правильно, больше дискриминировать, соответственно, при времени на работу. Но важно то, что в Китае наблюдается просто какой-то парадокс. С одной стороны, действительно, рождаемость падает, с другой стороны, высокий уровень безработицы при этом сохраняется. Должен быть дефицит рабочих рук, но тем не менее, локауты народ выгоняют, сворачивают производство предпринимателей, происходит что-то совершенно ненормальное. И причина это очевидно вот этот вот монстр тоталитарный, дорогой, громоздкий, неэффективный. И я предполагаю, что после революции в Китае мир вздохнет глубоко, придет, конечно, никакой не Мао Цзэдун и не следующий, с чего должен приходить какой-то чудовищный диктатор после полурыночного Китая, когда в России пришел все-таки Ельцин. и причем после плановой экономики, которая гораздо больше потенциал несет в себя авторитарно на будущее заряд, чем тот НЭП, который в Китае происходит. Там-то уж точно придут демократы, тем более, что помогут эти самые тайваньцы, брат, окажет помощь. 30 лет это рассказывают, 30 лет я слышу эту песню. Я все про нее сказала. Кризис переходит в агонию. Этот крах, конечно, произведет большое количество... Так в чем агония-то? Я с этого начал, со всех показателей, статистика и прочее. Прочее не только плюсов в экологии, но и в экономике, потому что львиная доля расходов мировых стран, США, Евросоюз, в последнее время вбухивается, выбрасывается на ветер сдерживание Китая. Если Китай, а следовательно за ним и Россия освобождаются, происходит демилитаризация. Эти деньги, как в 90-е годы, уходят частично, разворовываются, конечно, но не страшно, а главное уходят на благие цели. Например, мало кто знает, что в 90-е годы было заключено больше международных соглашений об экологии, чем за весь период вообще существования вот этих международных экологического загладательства. Ну и культура, когда мы знаем одного, я лично знаю одного режиссера, это Вон Карвай, он творил на Гонконге и замечательный фильм создал, ни одного континентального китайского режиссера я назвать не могу, не думаю, что я в данном случае исключение. Когда сотни миллионов китайцев смогут думать и говорить, что мы получим ни одного китайского пелевина. И возвращаясь к этому, главный аргумент, вот Михаил Васленский написал книгу «Номенклатура» это в принципе лучшее исследование тоталитаризма вообще. Это точно лучше, чем Аренд с ее банальностью зла. закончил он книгу просто о крахе, номенклатура, который вскоре произошел в Советском Союзе. Мир наш неуверенно, иногда скачками, порой на время отступая назад, дверз не от свободы к рабству, а от рабства к свободе. Ну что ж, еще бы знать, что именно рабство, что именно свобода. Александр, ну тут я смотрю, у нас есть достаточно принципиальный спор, но я думаю, что это было очень интересное обсуждение, потому что в любом случае очень интересно знать, которые происходят в Китае. А закончатся они или нет революции, я думаю, что мы посмотрим, но я скажу, что на месте китайского буржуа я бы совершенно точно никакой революции не хотела, вот все что угодно, только не революция Chinese style. Это Юлия Латынина, это Александр Галин. Не забывайте, что помимо того, что вот сейчас мы говорили с Александром о Китае, но главную область, которой занимается Александр, это именно исследование тоталитарного советского режима, это исследование режима Сталина. Эта книга, она совершенно замечательно, на мой взгляд, складывается и безумно интересные вещи, которые говорит и пишет Александр. О Третьей мировой войне, которую готовил Сталин и как он ее готовил, потому что выясняется, что довольно много можно раскопать и довольно много можно описать, потому что Сталин не разменивался на мелочи, он всегда широкими мазками действовал. У него его планы были видны из той политики, которую он вел. И если вы хотите способствовать написанию этой книги, то я напоминаю, что вот Гагун.org и ссылка опять же у нас под видео, и ваши донаты Александру всячески приветствуются. Всего лучшего! Это была Юлия Латынина, это был Александр Гагун. Александр, спасибо вам! Спасибо, Юлия!